Об истории города и о людях, которые его создавали, слушателям рассказывает краевед Александр Житков. Тема лекции в этот раз строители земли Самарской, выдающиеся архитекторы, меценаты и политические деятели. Среди них Антон Шахабалов, на чьи средства в Самаре были построены храмы, приюты и школы в 19 веке. И Алексей Росовский, благодаря которому уже в 20 веке построены Южный мост, Речной вокзал, Сум-Самара и Ледовый дворец на Молодогвардейской. То, как его построил Росовский, из какой скорости это было сделано. Вот это вот и меня до сих пор удивляет, и тех, ну в общем-то мало кто об этом знает, с какой скоростью его строили. Мы построили фактически за год. Да, ну сейчас так не строят. Вот хотелось бы на примере Росовского и каких-то зданий, и там сооружений, построенные мы, обратить просто внимание, как все строилось, как все создавалось. Это уже 16-я открытая лекция для горожан и равнодушных к истории родного города. Ранее на лекциях рассказывали о мистических местах Самары, о Самарском мещанстве и Самарской крепости. Многие слушатели посещают каждую лекцию. Из истории Самары очень много узнало нового. Одно дело в книгах, другое дело от людей, которые занимаются краеведением, историки, то есть непосредственно с ними общение. Поэтому очень много каких-то нюансов, таких, которые ты действительно не прочитаешь. До конца года самарцы смогут послушать еще две исторические лекции. Они пройдут в 25-й библиотеке. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.